Блин, вдумайтесь в это! Нам могут понадобиться наши медицинские результаты, чтобы просто сходить на концерт! Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск на моём канале! Ребята, давайте наберём 3000 лайков под этим видео, это помогает Ютубу продвигать канал, и мне от этого приятно, ведь я вкладываю много времени и труда в эти ролики. Большое спасибо! Как я уже говорил в предыдущих выпусках, ссылки на которые вы найдёте в описании под видео, я копну глубже вопрос цифровой идентификации этой ветви новейшего глобального движения. Мы уже копнули под самые важные столбы цифровой идентификации. ID2020, Gavi Alliance, Microsoft, Bill Gates, Digital Identity Foundation, Rockefeller, OpenID Foundation и даже MasterCard. У всех этих людей и компаний есть крёстная мать, в отношении которой я обмолвился лишь одним словечком. Она занимает место в совете директоров ID2020, и поверьте мне, она очень влиятельная женщина. Имя ей Блайт Мастерс, помните, я упоминал её. Как видно из её профиля ID2020, она является генеральным директором компании Digital Asset Holdings. Не была, а именно является. Это ответ на вопросы всех сомневающихся, кто до сих пор не разобрался в вопросе её участия в этом проекте. Дело в том, что официально Блайт Мастерс считается покинувшей пост управления Холдингом. И действительно, в декабре 2018-го она ушла с должности исполнительного директора Холдинга. А затем в марте прошлого года её должность занял некий Ювол Рус. Однако, до сих пор остаётся странным, что роль Блайт Мастерс в качестве исполнительного директора Digital Asset Holdings всё равно остаётся неизменной, даже в более крупных базах данных. Как, например, в Бета Бизнес Бюро. Как мы видим, она по-прежнему зарегистрирована главой управления делами, генеральным директором и главным контактом компании. Интересно, а почему же так? Наверное, потому что она до сих пор там крутится, не так ли? Ну, конечно же. Судя по одной из последних статей о Блайте, Блайт Мастерс, бывшая генеральная директор Digital Asset, предложена в качестве директора МАЭСК. МАЭСК – это компания, специализирующаяся на морских грузовых перевозках. В статье мы видим следующий абзац. В понедельник на ежегодном общем собрании МАЭСК будет рассмотрена кандидатура Блайт Мастерс на позицию главы совета директоров. Наряду с IBM, МАЭСК владеет блокчейн-решением для управления контейнерными перевозками. Это решение называется TradeLens, и в него входит 5 из 6 крупнейших морских перевозчиков. Хм, интересный и неожиданный ход с ее стороны, хочу сказать. Но также в статье идет речь о ее уже практически тайном участии в Digital Asset Holdings. Под руководством Мастерс компания Digital Asset собрала 110 миллионов долларов, благодаря широкому списку инвесторов, среди которых Broadridge, City, DTCC, JP Morgan, Goldman Sachs и технологические компании IBM и Accenture. Она по-прежнему является членом совета директоров и советником, а также возглавляла Hyperledger в течение трех лет, участие в создании которого принимал сам холдинг Digital Asset. Вот тебе и раз. Она официально и публично уже покинула пост председателя совета, разве не так? Тем не менее, она все еще председатель совета. Это подтверждает и профиль Digital Asset на Блумберге. Вот же она. Так ты основала Hyperledger, Блайт, что ли? То есть купила его? Статья на CoinDesk за 2015 год говорит все так, как есть. Блокчейн-стартап Блайтмастерс совершает две покупки. Компания выкупила обоснованный в Сан-Франциско Hyperledger и Будапештский Bits of Proof за незакрытые счета их бывших владельцев. Итак, нам говорят, что Блайт ушла из холдинга Digital Asset и бросила блокчейн-компанию Hyperledger ради морского перевозчика Maesk. Но после всего, что я вам рассказал, если вам хочется сказать, что Блайт больше не имеет права голоса в Digital Asset и Hyperledger, вы занимаетесь самообманом. Она является основателем Digital Asset и до сих пор является крупнейшим из его совладельцев. А также имеет место в Совете и вообще купила Hyperledger еще в 2015 году. Ход, который она только что совершила с Maesk и их советом директоров, является серьезным шагом для Digital Asset, так как эти две компании связаны одним открытым исходным кодом. Блокчейн-решением, которое сосредоточено на цепочках поставок и системах ERP. Знаете, как называется это решение? Бэйслайн протокол. Если вы следите за моим каналом, вы наверняка уже не впервые слышите это название. Перейдем на сайт Бэйслайн протокол и найдем список его лидеров. Среди них видим компанию Стефана Шмидта, Юнибрайт, которому я когда-то говорил присмотреться. Как мы видим, с тех пор, как я обнаружил их причастность к Бэйслайн в видео про связи Тесла с криптовалютами, Юнибрайт стремительно растет. Конечно же, после такого роста о Юнибрайт заговорили все. Но если хотите реально удивиться, то слушайте внимательно. И Бэйслайн, и Диджитал Эссет, и сама Блайт связаны с кем? С Юнибрайт. Я уже говорил об этом раньше, но Юнибрайт это их партнер. И утечка этого произошла в июне прошлого года, когда Стефан Шмидт представил интеграцию умных контрактов Юнибрайт и программного кода DAML. Затем это подтвердилось и в ноябре, когда Диджитал Эссет выпустил собственный пост в блоге о партнерстве и интеграции. Если что, DAML это язык программирования для смарт-контрактов, а смарт-контракты это протокол, обеспечивающий исполнение условий контракта между двумя сторонами. Так что, ребята, Бэйслайн, Протокол и Диджитал Эссет сплошь и рядом в хороших новостях. Но я больше не хочу изучать эти компании только со стороны позитива. Давайте же углубимся в темную сторону происходящего. И начнем мы с самого начала. Что там у них с цифровым паспортом и цифровой идентификацией? Пару дней назад CEO Юнибрайт Стефан Шмидт написал следующее в штатной Телеграм-группе. Говоря об интеграции, мы также работаем над публичной выставкой с Диджитал Эссет, где продемонстрируем интеграцию SAP с коннектором Юнибрайт, а во втором этапе покажем визуальное определение и генерацию кода DAML для процесса RFQ. В конце недели мы также углубимся в возможное участие в различных группах и консорциумах, работающих над способами цифровых идентификаций. Это та повестка дня, с которой мы часто встречались в последнее время, особенно в отношении обеспечения равенства, справедливости и свободы. Звучит крайне сложно, так что я подытожу специально для вас. Они там создают технологии, на которых та самая цифровая идентификация будет работать. Итак, теперь мы знаем, что Бэйслайн планирует создать рабочую группу по цифровым идентификаторам в рамках Бэйслайн Протокол. Интересно, зачем им это вообще нужно? Давайте просто покопаемся в базе Бэйслайна на Гитхабе. И сразу перейдем к вопросам. Полистаем до проблемы номер 92 и увидим следующее название репозитория. Результаты теста COVID-бэйслайн. Что это? Старик Джонни Уолперт, который нам уже известен, ведь мы говорили о нем в некоторых видео на моем канале, объясняет это так. Группа компаний, работающих в СССР и в сфере здравоохранения, взяли на себя обязательство создать консенсус проверки концепции в течение недели. Чтобы продемонстрировать возможность получения результатов медицинских тестов, таких как, например, тестирование на COVID-19, и получение данных в лаборатории с помощью провайдера или частного лица. Чтобы индивидуум мог использовать персональный менеджер паролей для хранения в Бэйслайн Протокол доказательств и соответствующих данных теста, с помощью которых человек сможет подтвердить результат теста на различные услуги, например, получить билет на концерт, без необходимости связываться с лабораторией. Блин, вдумайтесь в это! Нам могут понадобиться наши медицинские результаты, чтобы просто сходить на концерт. Джон также приводит некоторые примеры. Скажем, пациент желает посетить Коачелла в 2021 году, и согласно их новым правилам, вам нужно продемонстрировать, что у вас когда-то был ковид, и вы выздоровели за какое-то количество месяцев или недель до фестиваля. Это в том случае, если фестиваль пропускает только уже переболевших. Из тех соображений, что они обладают иммунитетом и больше угрозы не представляют. Пациенту нужно будет зайти на сайт Коачеллы, где он предоставит доказательства с помощью своего менеджера паролей Бэйслайн. Мы хотим, чтобы метод привел систему Коачелла к протоколу Бэйслайн таким образом, чтобы они получали только данные касаемо этого пациента, прямиком из клиники. И вот где становится еще интереснее. Или другой подход, который позволил бы организовать процесс таким образом, чтобы программа OnePassword, основанная на Бэйслайн протоколе, присылала организаторам фестиваля Коачелла сообщение с именем, паспортными данными и материалом, типа результат позитивный, информация оттуда-то. Впоследствии это сообщение можно было бы верифицировать в базе, без дополнительного контакта с клиникой или другими здравоохранительными организациями. Воу, ну Джон ты даешь, но в этом репозитории еще больше всякого сочного материала. А в разговоре с Рувеном Хеком некоторые из нас согласились поддержать технологию DID, децентрализованной цифровой идентификации. Я скажу, что приведенная выше гипотеза об использовании для определения базовых показателей уж очень близка к стандартной схеме цифровой идентификации. Тем не менее, мы все еще ждем этого, и почему бы не попробовать и не посмотреть, приживется ли. DID, помните? Децентрализованный идентификатор личности, построенный самим Майкрософтом. ION, идентификационная сеть, построенная на блокчейне биткоина. И элемент, идентификационная сеть, построенная на блокчейне эфириума. И знаете что? Рувен Хук, с которым беседовал Джон, является частью консенсуса, который в свою очередь основал бейслайн. И что же Рувен Хук делает в консенсус? Судя по его линкедину, он отвечает за цифровую идентификацию. А ниже написано, что он еще и исполнительный директор Digital Identity Foundation, фонда децентрализованной идентификации. У меня уже флешбеки из того, о чем мы говорили с вами совсем недавно. Два дня назад мы концентрировались на Майкрософт, их участие в разработках способов цифрового контроля, включая Дэниела Бакнера. Мы узнали, что Дэниел старший программный менеджер Decentralized Identity Foundation. Он работал 5 чертовых дней в неделю над технологией децентрализованного контроля над личностями людей. Он признался об этом лично на встрече W3C. Это крупнейшая международная организация по стандартизации DID. Кстати, весьма увлекательный документ о развитии цифровой идентификации. Пожалуй, я оставлю его у себя в Телеграме, ссылка на который будет в закрепленном комментарии. Можете перейти и ознакомиться лично. И представьте себе, Дэниел был исполнительным директором DIF в фонде децентрализованной идентификации. Также он был и его сооснователем, а уже потом его место занял Рувен. Как все связано. Но нам нужно вернуться к тому, что Джон сказал вначале о причине проделанной работы BeastLine Protocol для распознавания и отслеживания COVID-19. Джон сказал, группа компаний, работающих в SSC и в сфере здравоохранения, взяли на себя обязательство создать консенсус проверки концепции в течение недели. Что такое SSC? Это аббревиатура. Она означает руководящий комитет Бейслайн Протокола. Проекты сообщества Бейслайн являются способом руководящего комитета управлять конкретными целями и инициативами протокола Бейслайн. Члены комитета обязуются преследовать одну или несколько из таких целей. В то время как другие, не являющиеся членами комитета, обязаны формулировать и расставлять приоритеты в работе, определять членов сообщества и других личностей, которые могут выполнять эту работу, и при этом использовать любую доступную структуру стимулов или любое другое влияние, чтобы обеспечить выполнение работы. Так кто же из комитета хочет добиться этого теста на ковид? Джон говорит, что это люди из комитета в сфере здравоохранения. Так кто же из руководящего комитета SSC может дать нам подсказку? Давайте посмотрим на членов Бейслайн Протокол, которые потенциально могут нам ответить на наши вопросы. Просто вобьем в поиск здоровья и видим кого? Билл Глейм из Consensus Health. Звучит как правильное попадание, но есть еще и Стефан Бауэр из Кайзер Перманенте, также связанный с врачебной практикой компанией. Давайте сперва взглянем на Билла Глейма. Судя по его линкедину, он является техническим директором Consensus Health. Но как ни странно, он также является членом EEA. Он один из его основателей. EEA это Enterprise Ethereum Alliance. О нем вы тоже уже слышали в моих видео. Но взгляните на его действия. Он запостил вот это. StopCovid Hackathon. Форум разработчиков программного обеспечения, называемого StopCovid, да еще и с Виталиком Бутериным, создателем Эфириума во главе. Ага, Consensus Health организовал Hackathon, конкурс для разработки инструментов для отслеживания ковид, который начался 13 апреля и будет продолжаться до 11 мая. А победители будут объявлены 18 мая. Помните, что SSC, частью которого является Билл, использует все инструменты или структуры стимулирования для обеспечения выполнения работы. Так что работа будет так или иначе выполнена. Работа по отслеживанию ковид. Именно так Baseline Protocol создает инструменты для отслеживания ковид-19 и всех людей, которые им переболели, получили вакцину или имеют иммунитет. И при этом им помогают основатели Эфириума. А сам Эфириум любезно предоставляет под эти цели свой собственный блокчейн, на основе которого и будет работать идентификационная сеть Element. Просто жесть. Довольно подло, не правда ли? Посмотрите, кто предоставляет приз за первое место в глобальном конкурсе StopCovid. КПМГ, медицинская группа Kaiser Permanente, та самая, которую управляет Стефан Баури, которая входит в управляющий комитет Baseline Protocol. Кроме этого, Стефан ретвитнул кое-что от Джона Вулперта с надписью «Полностью согласен». Что же сказал Джон? Джон сказал, «Гражданам не хватает уникального онлайн-идентификатора». Это дает мошенникам Великобритании возможность каждый год красть государственных услуг на сумму около 50 миллиардов фунтов стерлингов. Первым революционным продуктом блокчейн может стать онлайн-идентификатор. Прошу заметить, этот разговор происходил 30 ноября 2019 года, еще до вспышки коронавирусной инфекции. Цифровые паспорта вот-вот придут, и они будут связаны с результатами тестирования на вирус и иммунитет. Паспорт создается с открытым исходным кодом, группой разработчиков, которые даже не знают, куда они вкладывают свой труд. Ведь все они работают по отдельности, но по одной указке. По факту, они, наверное, вкладывают свой труд в машину контроля. Так что, когда вы слышите, как Билл Гейтс говорит, то вы должны понять, что правду всегда горько признавать. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. А видео было создано при поддержке ExchangeSumo.com. ExchangeSumo.com – это лучший агрегатор обменников, на котором вы можете поменять валюту быстро, оперативно и безопасно. Пользуйся ExchangeSumo.com, поддержи богатейшего Ди. Да, если что, это мой сервис, который я разрабатываю уже почти два года. Ссылка на него будет в описании. Теперь уже точно. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok